Дом семьи Степановых в Доможаково знает каждый. Он был и остается одним из самых красивых в деревне. Здесь Акулина Ивановна вместе с супругом-фронтовиком Иваном Трофимовичем родили и вырастили всех своих детей. Ой, говорит, на фронте сколько ребят, народ погибли, говорит. Детей, говорит, ни одной не будем выбрасывать. Всех будем родить, вырастить. Вот и вырастили, те же живые. А внуков и правнуков уже, наверное, не сосчитаешь у вас теперь? Внуков, о-о-о, 24 ступки. Сказать, что юбилея Акулины Ивановны отметили в узком семейном кругу, значит сказать неправду. Во-первых, семейный круг Степановых – это 54 человека. Только детей, внуков и правнуков. Плюс невестки и любимые зятья. Во-вторых, праздник в деревне, по крайней мере в Доможаково, мероприятие открытое. И соседи зайдут поздравить, и местный творческий коллектив мини-концерт исполнит, и глава сельсовета без подарка не оставит. Бабушки, 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 старушки, бабушки, бабушки, ушки на макушке. Подъем в 4 утра, отбой в час ночи, каждодневный тяжелый труд в колхозе. Плюс домашние хлопоты. В таком режиме Акулина Ивановна прожила всю жизнь. При этом не растеряла оптимизма, всегда улыбается и заразительно смеется. Даже о рождении своих детей в экстремальных условиях рассказывает с юмором. Дома рожали? Дома родила. Всех? Не всех. Когда Ваську, знаешь, побежала в больницу, он ищет. Врача? Около больницы, около порога я Ваську родила. Против больницы Федор Саша жил. Вот туда халатом закутывала и туда пошла. Материнского подвига Акулины Степановой ее дети не повторили. Но семьи есть у всех, пусть не такие большие, но дружные, умеющие хорошо работать и отдыхать. Единственное, что немного омрачало сегодняшнее торжество, это отсутствие главы семейства. Фронтовик Иван Трофимович Степанов ушел из жизни 6 лет назад, но оставил после себя самые теплые воспоминания. В воскресенье после бани стол накрывали, пели песни и плясали. И вот так у нас проходил выходной день в труде, веселье и в радости. Папа всегда говорил, что в жизни надо всегда радоваться. В наших глазах он был идеал, мужчина идеал. И на гармонии красиво играл, и веселый, и душа компании почему-то всегда тянулись к нам. То есть в наше семейное гнездо, в наш дом. Дом Степановых и сегодня остается для них одной из главных семейных ценностей. Они любят здесь собираться по поводу и без. Дом по-прежнему большой, красивый, крепкий, как и семья Степановых. Но главное, чтобы тот, кто делает его уютным и притягательным, как можно дольше оставался рядом. Поэтому в юбилей, как у Лине Ивановне, все без исключения желали здоровья и долголетия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова